здравствуйте с вами александр волею судьбы мне довелось пять дней провести в автомобиле skoda fabia проехал я на ней 500 километров и вот хочу поделиться впечатлениями об этом автомобиле машина мне досталось с двигателем 105 лошадей и с автоматической коробкой передач шестиступенчатой также в ней есть климат-контроль и магнитола с огромным экраном я не буду вдаваться в технические подробности этой машины это все можно найти там на сайте где-то у дилеров просто так в интернете я просто хочу поделиться впечатлениями вот именно от езды на этой машине начну с со звуков я увлекаюсь к если вы знаете вот аудиозаписью поэтому мне звуки эти все всегда интересны машине довольно тихо то есть хорошая шумоизоляция шумоизоляция хорошая действительно единственно портит впечатление это шумный двигатель очень шумный двигатель то есть спокойном режиме это еще можно переваривать то есть если очень не спеша разгоняться то есть тогда все нормально если хочешь немножко увеличить динамику там нажимаешь на педальку газа но стоит рык очень сильный так что вот шумный очень двигатель это конечно большой минус повторюсь в целом машине довольно таки тихо если ездить не в спортивном режиме в обычном шумоизоляция на уровне на трассе слышны немножко задние арки колес то есть оттуда немножко шум конечно есть но они такой не критичный вообще машина ведет себя так до 100 километров в час довольно нормально дальше начинается шуметь боковые зеркала то есть ветер такой очень заметно сильно и по моему лобовое стекло то есть вот спереди шум такой стоит именно от ветра от дороги шума немного так что целом такая ну четверка с минусом четверочка точно если конечно не вот этот шумный двигатель так бы было все хорошо хотя двигатели могу сказать что он шумит сильно но при этом со своей задачей справляется то есть нажимаешь он рычит там кричит но разгоняется машинка разгоняется я не скажу что она сильно тупая нет 105 лошадей все-таки делают свое дело коробка автомат мне понравилось ни одной какой-то задержки такой вот какой-то тупизны нет совершенно то есть адекватно себя ведет я не нет у меня разочарование там лишь такой вот какой-то сильно напряжение того что вот хотелось бы нет работает все четко я думаю что настроили они вот этот двигатель коробка очень достойно ощущение от езды нормально совершенно мне понравилось как машина себя ведет в поворотах за счет этой короткой базы за счет хорошей управляемости входит в поворот и отлично и выходит из них на уровне то есть очень порадовало машинка управляема вообще роль очень легкий я думаю это понравится женскому полу то есть не нужно предлагать никаких усилий очень управляется хорошо и легко обзорность салоне но у меня ощущение такое что сидишь в аквариуме в хорошем смысле слова все видно стекла большие сзади особенно большое стекло думаю парковать и нет совершенно никакой сложности тем более что вот этот автомобиль не достался с парктроником задним то есть и так она короткая тут еще парктроник говорит тебе сколько там осталось за препятствия так что с этим проблем нет багажник конечно машинки маловат маловат особенно ни на какие чемоданы большие рассчитывать не приходится то есть ну конечно сложно в такой небольшую базу поместить какой-то более-менее приличным багажей что есть то есть багажник маловат но внутри места предостаточно это как раз из этого разряда машин когда сверху на то есть снаружи она кажется маленькой но внутри объем ну предостаточный при моем росте метр девяносто три у меня здесь полно вместо над головой сбоку то есть но чуть-чуть бы вот пошире как у меня там все трое не но это для маленькой машинки отлично то есть я сижу меня все устраивает и ноги помещаются и руль здесь поднимается много места под рулем единственные минусы здесь по расположению я бы сказал что близко расположен вот этот вот магнитола то есть не дай бог при каком-то ударе конечно коленка сюда будет ударяться то есть такая пассивная безопасность она не очень высокая ну вот общему ощущению посадки вот так вот и машине все хорошо сиденье отвратительное сиденье в плане того что чем они покрыты потеет и задница и спина вот опять же все трое не у меня такого нет вот и сама эргономика ну так как куда-то проваливаешься как-то не очень конечно сидушки здесь они не продумали можно было сделать и лучше но в целом 500 километров я проехал я не скажу что я устал сильно на этом автомобиле нет вполне нормально то есть машина ведет себя адекватно и на дороге в городе и на дороге за городом вот если бы не первое не это значит чумный двигатель и второе что очень немаловажно это большой расход топлива на мой взгляд за 500 километров значит у меня получилось восемь с половиной литров на 100 километров расход такой для такой маленькой машинки мне кажется это очень много при том что 200 километров из этих 500 это был за город я спокойно себе ехал 100 километров в час равномерно по хорошей дороге и 300 это это было города но опять же москвы москва здесь хорошие дороги правда вот стою уже сколько минут 10 пробки но тем не менее она должна была окупиться этой загородной поездкой 200 километровой у меня на ситроене получается такой же расход только у меня ситроен 150 сил турбина здесь всего лишь 105 сил и такой же расход я имею ввиду вот смешанный так что два не шумный двигатель и относительно высокий расход топлива из небольших недочетов слегка жестковато задняя подвеска это короткий автомобиль видимо от этого никуда не деться слегка туговато педаль тормоза но при этом она выполняет свои функции просто мне немножко помягче ощущение от этого автомобиля можно так сказать улучшаются у меня с каждым днем вождение то есть первый день и конечно сел после слова своего ситроена поехал ну мне так показалось ну тупенькая конечно машина всего там но при этом я обратил внимание на относительно тишину если бы не двигатель то есть все нормально проехал я километров 100 и устал все меньше замечать каких-то отрицательных нюансов они в каждой машине есть ну вот общее ощущение такие вполне положительные и вот сейчас после 500 километров то есть вполне нормальный автомобиль если вы все-таки решили выбрать какой-то маленький автомобильчик вот этот и если вы ездили на нем на тест-драйве все-таки определились вы хотите его ну а что-то смущает а как вот она будет вести себя там 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 на дороге не могу сказать что мне кажется она вас не разочарует если вы уже в ней посидели прокатились немножко поняли то дальше будет только лучше из положительных мелочей это форсунки омывателя лобового стекла они здесь сделаны виде моего любимого распылителя вот так это все выглядит как положено омывается сразу все стекло вот этого мне не хватает в ситроене на peugeot было вот так а в ситроене меня обделили климатическая установка меня не тревожила вообще я как поставил 23 градуса все и забыл проект это кондиционер там сам включался выключался в салоне очень комфортно еще мне нравится приятный звук поворотника вот такой ненавязчивый мягкий звук для меня это важно и такой хороший мощный плотный звук звукового сигнала другая мощь 5 дней пользования 500 километров пройдено и это был мой субъективный отзыв по машине skoda fabia 2012 года выпуска с двигателем 105 лошадиных сил всем удачи пока